Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. Как мне разбогатеть за чужой счет? Вопрос, видимо, задан не без юмора, поскольку как удобнее нечестно обогатиться, это вряд ли вопрос, происходящий из благородной души. Как украсть миллион? Такие консультации, конечно, батюшке не подвязываются давать. А вот на желание иметь в избытке все земное, необходимое для вашего жительства и для вашего семейства, пожалуй, ответить можно. Само по себе материальное благо не является совершенно необходимым для, особенно его изобилия, для человека. Как говорит Господь в Евангелии, не от избытка имения зависит жизнь человека. И достаточность пищи и питья, всего необходимого для продолжения жизни, обеспечивает Господь и обещает обеспечить без излишеств. Поэтому само по себе настраивание иметь богатство не от Божьих внушений, а явно по причине пристрастия человека. Надо понимать, откуда даже у нас возникает какой-то вопрос, откуда во мне эта тяга обогатиться. И не трудно расшифровать происхождение этого вопроса и углубившись в собственное сердце, увидеть там привязанность к земным удовольствиям, излишнюю, может быть, даже уже и порабощенность им этим удовольствием. Нетрудно заметить в самом себе сребролюбие, жадность, скупость, неспособность к милостыне, ибо иногда только прикрываются сребролюбцы намерением подавать щедрую милостыню, тогда, когда обогатятся. Господь опровергает подобную логику, указывая своим ученикам на бедную вдовицу, которая положила более всех в церковную кружку, как сейчас говорят, в церковное хранилище, отдав две лепты, все, что имела, все житие свое, как сообщается в Евангелии. И она воистину больше всех тех богатых, которые жертвовали от своих избытков нечто на храм Божий. Очевидно, что и этот пример подтверждает независимость благотворительности от изобилия имения человека, тем более за чужой счет. Знаете ли, такую пословицу, что сыр бесплатный, только в мышеловке, и, несомненно, желание стать состоятельным только за счет трудов других, не обрекая себя, последовать заповеди Божьей, «в поте лица твоего, снеси хлеб твой», обязательно имеет в себе некоторый залог грядущего краха, разочарования, каких-то катастроф жизненных, которые непременно придут. Человек, привыкший не трудом, но иждивением, приобретать себе материальное благополучие, тем более изобильное, конечно же, находится в крайне неустойчивой позиции и неизбежна для него замена времен благоденствия, крахом и совершенными разорениями, которые уже душа, не привыкшая трудиться и восстанавливать свое относительное благополучие, не сможет понести. Вспомним пример Моисейки из палаты номер 6 Антона Павловича Чехова, который настолько жизнь свою положил на приобретение, правда, своим трудом лавки, торгового какого-то места, точки, что когда она сгорела, то он подвинулся рассудком и стал уже гражданином этой самой палаты номер 6, ее постоянным насельником. Очевидно, это привязанность к материальному, а уж тем более к чужому, оказывается, делает человека крайне уязвимым, беспомощным. Скажете, а как же церковь призывает подавать милостыню и берет пожертвования, не зарабатывая этих денег? Наивно полагать, будто церковь не трудится, священнослужители не выполняют никакого дела. Конечно, для воинствующего атеиста это дело, выполняемое священнослужителями, представляется вредным и опасным для его доктрины богоненавистнической. Но всякий благоговейный знает, что священство это то божественное установление, через которое великие дары божьи простираются народ человеческий. Поэтому богослужение, поддержание порядка службы и самих помещений, в которых совершается богослужение, великое и благородное, богом благословленное дело, плодами которого наслаждаются все верные. А непроизводство материальных благ церковными сообществами совершенно потому и естественное. И творческие люди не нефтью переработанные, не автомобилями или какими-то товарами иными, радуют своих почитателей, кстати сказать, не оспаривающую их необходимость для общества, а творческими произведениями, которые на душу ложатся и душу возвышают, воспитывают, если это подлинные произведения искусства. Так что будем искать истинного богатства, истинных сокровищ, которые подает Господь Бог через церковь свою нам, ее членам, а вот опогощение за счет иных или желания этого запишем в число наших греховных расположений, поисповедуемся в этом, с тем, чтобы душе вернулась ее простота и чистота и расположение к обретению подлинного богатства, благодати Святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok